всем привет что наступила осень такая сопливая болезненная но и с прочими пугалками осенью как раз самое время делать хреновуху то есть настойку на хрень полезно вкусно пьют и и почему-то ее всегда считали такой что это мужской напиток но женщины и с удовольствием употребляют как бы я что-то мало знаю женщин которые сказали что фу какая гадость но если только вы очень не любите хрен тогда это делать наверное надо насиловать себя а так настойка получается отличная сейчас как раз сезон чтобы собирать хрен выкапывать либо где-то взять если вы нет у вас участка своего или там деревни кстати за этот хрен огромное спасибо и привет андрею который мне его переслал у меня нет участка где бы рос хрен поэтому он меня очень сильно выручил если хотите кому-то там может быть нужно я могу в личку написать вам его контакт он там договорить я думаю у него его еще много давайте делать самый классный осенний напиток и зимний тоже здесь у меня литр самогона 45 градусов можно делать навод но хрен немного отберет градус поэтому будет слабже но мне так нравится мне нравится на 45 ставить сделайте наводки будет все тоже прекрасно главное водку хорошую возьмите и также полезно но будет градус наводки где-то 38-37 получится итак рецепт на литр самогона берем 50 грамм хрена я его порубил вот на такие пятачки тонкие чтобы лучше происходило экстракция всего можно его нарвать на пластинки распустить на тоненькие такие листики руками все делается вполне себе тоже будет очень хорошо большие куски не надо кидать чистится хрен ну я его чищу обычной картофелечисткой вот этой покупной вполне себе легко итак засыпаем хрен просто засыпаем его сюда тут особо мудрить не нужно засыпали хрен и берем мед самый классический рецепт это мед и хрен берем столовую ложку меда на литр и все это перемешиваем чтобы мед растворился можно не перемешивать он и так растворится когда будет у вас настаиваться и вы это дело иногда будете перебалтывать в общем-то по ингредиентам и практически все есть варианты можно добавлять сюда еще имбирь получается немного другой напиток мне нравится классический но некоторые любят с имбирем и пополезней будет если кто за пользу убивается именно чтобы было вам это полезно и хорошо то можно добавить еще также вот ложку нарезанного имбиря с хреном не перебарщивайте больше 50 грамм на литр не стоит иначе получается слишком ядрена и невозможно пить поэтому вот 50 это такой хорошая оптимальная граммовка ну можно 40 я думаю что тут прям сильно такая разница не будет я делал раньше еще добавляя сюда различные специи там разные рецепты пробовал то есть туда и гвоздика и перец ну как я уже говорил имбирь добавлял мне не понравилось то есть вот в классическом варианте она получается по мне самое классное можете экспериментировать за основу берите вот то что я вам сейчас сказал то есть 50 грамм хрена на литр магона и ложка и ложка меда а добавлять уже если хотите можете что-то добавить дальше мы это все оставляем настаиваться настаиваться это будет 5-7 дней меньше плохо больше тоже не очень хорошо уже появляются другие привкусы и не так интересно поэтому сейчас оставим настаиваться на недельку и дальше покажу как с ней можно дальше поступить там тоже есть два варианта как дальше можно еще делать встретимся через неделю ну что прошла неделя настоялась наша риновуха вот такой вот у нее у настоянный когда вот банки вот такой цвет это перебалтывается постоянно поэтому она мутная запах запах стоит просто неимоверный нюхать опасно потому что можно начать сразу искать всю еду в доме вот так вот она выглядит уже когда отфильтрована ее можно отфильтровать ну она фильтруется очень сложно можно отфильтровать помощью фильтра я вам показывал как сделать такой вакуумный фильтр ссылочку на него прикреплю сверху можете перейти посмотреть если кто не знает либо можно просто снимать с осадка то есть подождать когда она отстоится потому что даже после фильтрации все равно на чуть-чуть мутноватая чтобы получить вот такой вот кристально прозрачный напиток нужно подождать когда осадок осядет и снять с осадка но это если хотите можно пить и так как бы для дома я не вижу причин чтобы нужно добиваться прямо вот такой вот кристальной прозрачности но если хотите гостей каких-то удивить то прозрачный конечно будет интересней сейчас я это отфильтрую солью это о чем я вам говорил что есть один маленький секрет что можно залить этот хрен еще раз но уже не таким количеством как я заливала чуть поменьше то есть вы сливаете и заливаете остатки небольшим количеством спирта но самогона этот самогон и вытянет оставшиеся вкус запах из хрена таким образом вы получите полную вытяжку из того что вы туда заложили соответственно и количество будет чуть больше у вас и вкус будет классно поэтому я сейчас сделаю еще одну заливку а попробуем мы с вами то что получилось с первой заливки и так давайте попробуем цвет у нее как вы видите классный такой золотистый запах как я уже говорил шикарный пахнет хреном мёдом значит прекрасный запах я люблю хреновуху мне она нравится очень ну давайте попробуем ваше здоровье классный напиток получился единственное конечно его хочется закусить причем закусить плотно не из-за того что он какой-то резкий или что-то просто потому что хрен способствует аппетиту и это его такой большой недостаток потому что если его выпить там рюмочку две потом просыпается такой жуткий аппетит вы будете вы будете есть есть и есть всем я вам рекомендую сделать хреновуху вещь классная вещь очень полезная против вирусов против простуды то есть однозначно она иммунитет ваш поддержит в нужном состоянии поэтому делайте пробуйте можете добавить туда имбиря как я уже говорил получится немного другой вкус пользы будет столько же возможно больше мне например этот имбирь он особо не нужен ну а на этом вроде все всем удачи